всех приветствую меня зовут ефим сегодня 20 июня выходной день суббота время 1 час после полудня я хорошем настроении духа решил заняться проверкой своих ловушек которые расставлял в этом сезоне ну немного сейчас оговорюсь о той концепции которой я придерживаюсь я редко захожу в густые дебри лесов чтобы установить ловушки в основном это все у меня перелес как стоит на краю оврагов вот в данном случае вы видите улей который установлен на самом краешке оврага недалеко от нашего села кто-то сюда наведывал свое время и спилил несколько дубочков на этом овраге и остались пни которые я использую как раз для того чтобы установить на них старые ульи вот один из них такое же как и в прошлом видео весь на заплатках на монтажной пении на кое-каком бы на скорую руку собранном дне вот я их подписал для удобства общения поскольку пчеловодство мое не только меня касается активно мы вдвоем с отцом этим занимаемся ну и чтобы нам проще было друг другу рассказывать где и чего кто видел вот пронумеровали ловушки установленные значит в природе но что мы здесь видим нет даже разведки надо конечно бы заглянуть внутрь но до того как снять видео я несколько времени здесь пробыл как таковых других насекомых коллективных таких как шершни и осы я не заметил но все равно я посмотрю что там внутри ну вот у ли я вскрыл все здесь чисто никаких нежданных гостей у нас здесь нет сейчас я все закрою и продолжим движение дальше ну что у ли я закрыл все здесь хорошо эта ловушка была установлена в этом году самый первый вот пока в ней даже нет разведки хотя другие дни когда я ее навещал разведка была видимо пчелы припасли что-то другое здесь прям совсем неподалеку недавно поставили мы еще одну ловушку то место откуда я начал видео снимать в прошлом году принесло нам один рвой 11 июня до прилетел хороший рвой вот здесь я уже наблюдаю кое-какое движение пчел вот у меня кстати есть небольшой сюжет о том как мы этот пень готовили к установке улья я его к видео добавлю вот такое нашли спиленное дерево чуть пониже вершины оврага как вот туда враг уходит а здесь дерево сейчас мы его обравняем по уровню и будет у нас тут еще одна ловушка стоять пять сантиметров ниже аллилуйя аллилуйя готовый аэродром для посадки домика до нового новые ловушки когда-нибудь может быть в ближайшее время поставим ну здесь рой у нас это сто процентов даже говорить нечего рой это не подлежит сомнениям никаким надо конечно заглянуть сейчас будет под крышечку любопытство разбирает челка крупная хорошая пока по отношению ко мне не сильно озлобилась не очень-то они меня здесь конечно рады видеть но пока миролюбивые то что давайте заглянем внутрь крышу я снял вот вы видите утеплитель в виде упаковочного картона замечательный утеплитель он и тяжеленький немножко когда его в три слоя сложишь холстик хорошо придавливает он и теплый ну что давайте момент истины лишь бы только не нарваться о-о-о-о-о-о как здесь все хорошо давайте-ка мы еще повнимательней ну вот четыре рамки которые я оставил они обсиживать хорошо и немножко еще заходит на крайние рамочки с вощиной отстройка соток еще не начата рой здесь буквально сегодня или вчера привился скоро навестим проверим на засев и обработаем от клеща в роа пожелаем им здесь хорошие жизни челок с новосельем закрываем улей кладем материал так ну пару слов об этом улья такой же гнилой такой же с точки зрения установки на пасеке его бесперспективный вот этот угол у него полностью сгнил пришлось стать вот такую заплаточку на скорую руку все сделано топором и ножовкой никаких серьезных инструментов мы не применяли при этом делается все за пять минут крышу сделал из старого трухлявого штакетника и кусочка двп двп у меня оставалось еще много со времен царя гороха сейчас закрою поплотнее вот качестве укрывного материала стройч пленка все хорошо ничего не протечет легко и быстро самое главное легко и быстро нет времени на наводить красоту надо делать дело ну а вот этот овражек вот вы видите здесь он еще один спиленный дубочек там тоже можно поставить ловушку здесь вот пенек есть еще один небольшой я не упозарился но не такой он высокий не так интересно а вот это конечно ну просто эпическое место и результат сразу на лицо вот так она все стоит как в воздухе висит пчелы и пройдут мимо такого это для них самое что ни на есть продолжаем проверку ловушек едем дальше продолжаем проверку ловушек ловушка номер три установлено предыдущих двух на расстоянии 250 300 метров по прямой место перспективное прошлом году здесь вы ловили стоит на земле до того как я начал снимать эту ловушку из нее вышла пчела небольшая разведка здесь есть но пророй говорить не приходится прошлом году ловушку устанавливали вот на это дерево и рой попался в течение суток но это было двадцать третьего июня и это была самая можно сказать раевая пора сейчас еще нет такого поживом видим дай бог раилованный сезон этого года нам принесет такой же успех вот немножко расскажу вам на чем я объезжаю ловушки своей вот это моя бензопила с колесами марки пилот мечта детства которая сбылась год назад на тридцать пятом году жизнь ну так аппарат хороший едем дальше надвигается дождь весь северо-западный горизонт темно-синего цвета циркает молнии слышно гром не знаю стилю до дождя если свои дела уладить и вот заметил на горизонте очень красивый эпический дубочек на который тоже нужно будет поставить ловушечку вот вершина врага вот и дальше пошел овраг вниз и здесь на вершинке оврага мы еще в прошлом году тоже ловили раи у нас тут даже на тот момент точок образовался из пяти семей в общем здорово здесь раи попадались место затененное и одновременно открытое для пчел самое то так ну вот ловушка номер четыре ее попозже подпишу пока еще не подписано пока ничего ну и сейчас работу будем проводить с ульем вот с этим которым у нас рой с 14 июня поселился бабушка номер пять понаблюдаем немного за пчелами видно работа пчела идет груженая с обножкой вот сейчас прошла одна с белой еще он с рыжей обножкой хорошо пчелки здесь прижились то что несут обножку это особо радует меня сегодня проведем обработку от клеща варуа в данной семье сейчас я покажу как я это делаю вот крыша снята утеплитель убран перед нами холстик сейчас мы аккуратненько подвинем я конечно не могу рассчитывать на такое дружелюбие как раньше и гостеприимство но все-таки очень сильно на него надеюсь обратите внимание снова пчелки начинают строить сот пор оставить еще ващину сюда пока не поздно потом уже можно будет сильно поплатиться ресурсам воска данной семьи строят ващину это хорошо это признак работы семьи обратим сейчас внимание на те рамки которые были без ващины что они с ними делают так прикроем немного но я конечно поражаюсь миролюбие данной семьи такого такого еще не не было на моем веку так посмотрим 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 пчелы находятся состоянии интервалов друг за друга держится лапок лапками это говорит о том что строительство сотов идет полным ходом и сюда я сегодня привезу ващину пожалуй приеду я все-таки с дымариком и этим делом займусь нехорошо я их тут сейчас дранирую вот рамки без ващины заберу поставлю еще рамку с ващиной обработка от клеща так давайте все таки я поставлю полосочку что касается пачины сделаю уже без вас белорусский пчеловод рахматуллин утверждает что время полосок прошло но у меня мнение свое на данный счет лично я считаю что для нас она только настало мы только-только начали понимать что такое по-настоящему борьба с клещом не мудростого и лукаво просто ставим полосочку семью и закрываем на три дня на три денька одна пчела меня вот все-таки ужалила ну ладно инъекция полезно ну теперь мне душа спокойно хотя бы с клещом здесь у меня проблема будет решена возможно в дальнейшем буду делать еще пересадку данной семьи в мои новые типовые ульи и отвезу ее все-таки ближе к дому сейчас можно сказать после третьего дня обработки здесь все будет хорошо продолжаем наш маршрут едем дальше ловушка номер шесть прошлом году вместо это принесло несколько раев один из них первак от 1 июня большой рой хороший место это находится недалеко от поселка успенский нынче этого поселка уже нет улей у нас здесь такой же неказистый крыши тоже есть такетника и покрыта строить пленкой вот такая лужа а внутри сухо внутри будет сухо копа как видите все прекрасно что еще нужно вот приятного аппетита но меда то нет сюда жить нам дать хороших времен здесь у меня жили шершни с ними я расправился не очень давно но разведки здесь нет в один из дней как-то пчелы прилетали сюда и небольшая разведка была сейчас пока все тихо вот вы видите многосисленные заплаточки опять не обходится без монтажной пены куда нынче без нее да и вообще у крестьянина проволока изолента ну теперь вот еще монтажные пены в основе всего ну что сейчас соберу поеду дальше ловушка номер семь разведка несколько пчел около десятка вовсю кружатся и возможно даже готовят место для прилета роя ловушка стоит высоко метр четыре может быть даже пять земли такая вот липа немного она повреждена и дуплястая место для пчел привлекательный в прошлом году здесь другой пчеловод ловил раи но в этом году он не ставит ловушки я поставил сам вот такая липа мощная в два обхвата с дуплом такая в общем тематическая идем дальше здесь у меня на расстоянии 100 метров по прямой еще одна ловушка установлена вой стоит пчелы работают на малине малина скоро уже цветет но пока что еще на ней есть цветы и пчелы очень активно их посещают а пчелы эти мои дело в том что я тут поймал рой вот она ловушка номер восемь она заселена уже пчелами которые активно и и набивают сейчас нектаром несут пыльцу и наверное уже даже начали растить новые поколения пчел скоро эту ловушку заберу проведу с ней все необходимые мероприятия очень дружная семья я вот наблюдая за ней такой прилет мощный струей без всякого но видно что уже пчелы облетелись валяют вот дают стране угля радостно смотреть на такое жаль что не могу приблизить там качество картинки будет очень сильно испорчено ну уж поверьте на слово мне это опушка леса лес здесь лиственный основном береза липа ну вот и сивняк еще акации немножко и вот такая здесь малина это просто класс просто класс глаз радуется и пчелы здесь работают просто им здесь песни в одном из своих следующих видео я покажу вам свою новую лестницу которая является большим поспорьем в деле о ловле райов так следующий у нас сюжет старом саду все ловушки 8 штук которые выставлены в этом году у меня на природе я объехал ловушки я выставляю по мере надобности я все сразу не везу реагирую на то как идет процесс ловли райов а есть у меня так называемые намоленные места я уже примерно знаю где ловить вот и если рой попадается я делаю замену и не стремлюсь вывести все сразу потому что охватить объять необъятные не удается и не хочется чтобы другие насекомые такие кокосы и шешни заселяли ловушки и еще что немаловажно я предполагаю что пик раиловство придется наверное на следующей неделе это будет конечно сильно зависит от погодных условий но поживем увидим дело в том что в прошлом году именно третья декада июня увенчалась большим успехом в поимке раев это были уже раи с молодыми матками но они не менее цены они вот в этом году работают очень хорошо не роятся и заняты делом а что еще нужно пчеловодов вот такая опушечка когда-то здесь жили люди сейчас здесь такой вот пейзаж ну что увидимся саду ловушка номер 9 и вот там номер десять пусто и там и тут была драка здесь неделю назад пчелы так хотели заселиться здесь я вот к этой 9 10 поставил думал мало ли дворой поймаю место хорошее но почему-то сейчас в селе нет раев может быть это еще не время а может быть время прошло посмотрим поживем увидим пока ничего немножко давайте остановим становимся вот на этом улье это мой типовой 10 рамочный дадан я такие ули делаю сам в одном из своих следующих видео я сделаю обзор на него покажу все его преимущества может быть даже поговорю о недостатках здесь у меня в данный момент однорамочный отводок запасную матку выводим мало ли вдруг что при облете в каких-нибудь семьях матка потеряется мы сможем эту ситуацию исправить имея в запасе вот такой нуклеус хоть он здесь и полноразмерный но здесь скажем так с перспективой развития пчелы работают хорошо и обножку несут и груженные все хорошо то есть работа семьи хоть и не небольшим числом но так качеством приятно посмотреть труд не правда много труд не произошел здесь раньше стоял улей но ничего может быть она и к лучшему посмотрим ну подвести итоги можно сегодняшнего объезда раев ловушек из 10 у нас сработало три пойма на три роя уже можно сказать результат хороший все мероприятия по ловле раев я буду обозревать дальнейших своих видео начинается взяток у пчел меняется настроение но тех пчел которые вошли в роевое состояние так или иначе будут роиться и поэтому можно сказать что до июля месяца можно смело заниматься ловлей раев ну а в завершение данного видео хотелось бы всем пожелать удачи в ловле раев и вообще в деле пчеловодства друзья вам всем полный магазин и меда давайте поднимаем с колен наше российское пчеловодство успел я до дождя повезло мне поеду домой всего хорошего до свидания